МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа в центре событий. В студии Наталья Бабушкина. Смотрите в выпуске. Следственные действия продолжаются. Эксперты устанавливают причины ЧП в торговом центре Аура. Долгожданное новоселье отпраздновали ленторские нефтяники. И женский баскетбольный клуб-университет продолжает покорять чемпионат России. По факту обрушения части люстры в торговом центре Аура следственными органами заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи работали на месте ЧП в среду до часу ночи. Был проведен обыск в административных помещениях. Изъята техническая и должностная документация по зданию, оборудованию и ответственным лицам. Сейчас эксперты анализируют документы, опрашивают технический и руководящий состав Ауры. Следственный комитет внес представление руководству торгового центра об устранении выявленных нарушений. В том числе представители структуры потребовали демонтировать аварийную систему освещения, что на данный момент уже сделано. С 2012 года данная люстра не ремонтировалась, не обслуживалась, и к ней фактически никто не подходил. Фактически устранена угроза дальнейшего обрушения конструкции данной люстры. И потребовано произвести технический осмотр всего остального освещения. Там другие есть довольно-таки большие люстры и элементы освещения на предметах безопасности. Напомним, ЧП произошло накануне, в среду около половины третьего дня. В районе центрального входа в торгово-развлекательный центр Аура упал фрагмент массивной люстры. Пострадали три человека, их доставили в травматологическую больницу. Место происшествия оцепили, а позже всех находившихся в здании людей попросили покинуть помещение. Большего числа пострадавших удалось избежать по счастливому стечению обстоятельств. На время проведения следственных действий и до устранения нарушений, указанных в предписании от следственных органов, торговый центр не сможет принимать посетителей. На сегодняшний день все пострадавшие находятся в травматологической больнице. 59-летней женщине накануне врачи сделали операцию. Она прошла успешно. Состояние пациентки удалось стабилизировать. В ближайшее время ее могут перевести из реанимации в обычную палату. Оба несовершеннолетних пострадавших находятся в отделении нейрохирургии детской травматологии. Наиболее тяжелой травмой была у женщины. Ее пришлось оперировать. У нее черепно-мозговая травма. Дети средней тяжести, девочка в детской нейрохирургии, с травмой позвонка одного ребенка двухлетний, с черепно-мозговой травмой, сотрясение и ушибленная рана мягких тканей головы. На сегодняшний день состояние всех с положительной динамикой. Предприниматели из-за ЧП не могут осуществлять свою деятельность и несут миллионные убытки. При этом администрация центра не может пояснить, когда торгово-развлекательный центр вновь заработает. Ввиду повышенной покупательской активности, в преддверии новогодних праздников, бизнес к последней неделе каждого года готовится по-особенному. Не исключено, что администрации Ауры предстоят нелегкие переговоры с предпринимателями по поводу возмещения понесенного ущерба. Администрация торгового центра Аура принесла извинения всем пострадавшим. Кроме этого, как заявил официальный представитель компании, владельцы всем, кто получил травму, выплатят денежную компенсацию. О какой сумме идет речь, пока неизвестно. Руководство и сотрудники торгового центра Аура глубоко сожалеют о произошедшем инциденте и приносят свои искренние извинения пострадавшим. Мы сделаем все возможное и окажем максимальную поддержку для скорейшего выздоровления пострадавшим. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация, поскольку гражданская ответственность торгового центра застрахована. Торговым центром Аура управляет общество с ограниченной ответственностью «Сургут ПМ». До 2013 года предприятием руководил Коклюра Джеб Мехмед. Сейчас директором является Сино Каримов. Основным видом деятельности компании является предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. В свою очередь этим предприятием владеет акционерное общество «Ренессанс Девелопмент», который руководит Кырели Анур. Организация насчитывает 8 дочерних компаний. В Новый год с новой квартирой в Ленторе 80 семей работников «Сургут Нефтегаза» получили подарок от руководства компании – ключи и документы на заселение в новостройку, четырехэтажный дом в капитальном исполнении. По жилищной программе акционерного общества в прошлом году были построены два дома в поселке Нижний Сартымский. Какие планы у компаний на 2016 год и на каких условиях получают жилье нефтяники, рассказывает Дмитрий Подлесной. В торжественной церемонии ввода жилого дома в эксплуатацию приняли участие сказочные персонажи и Дед Мороз со Снегурочкой. Главных героев праздника – счастливых новоселов – поздравили представители руководства «Сургут Нефтегаза». Говорят, что новый дом продлевает нам жизнь. Поэтому мы желаем, чтобы в новых квартирах у вас жизнь протекала по-новому, была интересной, волнительной, но в то же время надежной и стабильной. Символичный ключ от новостройки вручили заместителю начальника МГДУ «Ленторнефть» Риму Загряддинову. После того, как красная лента была разрезана, счастливые новоселы дружно направились за документами и уже настоящими ключами от новых квартир. Очень символично у нас заселение произойдет в канун Нового года. И мне кажется, что за семьи можно только порадоваться как раз в Новый год, в новой квартире. Мне кажется, такой серьезный и достоинный подарок «Сургут Нефтегаз» сделал 80 семьям наших работников. Во дворе новостройки установлена детская площадка. Придомовая территория большая, так что проблем с парковкой быть не должно. Квартиры с отделкой, сантехникой, электроплитами, счетчиками. Они оснащены также индивидуальными средствами пожаротушения. Здесь кровать. Елку куда будем ставить? Елку куда будем ставить? А телевизор? Сюда. В новой квартире осматривается семья Дудкиных. Переезжать они будут из общежития. Николай работает дефектоскопистом в Ингду «Ленторнефть». Его супруга Наталья – воспитателем в детском саду. Дочь Мария – школьница. Вот месяца два назад предложили эту квартиру. Мы посчитали, что в рассрочку, не в кредит, что мы справимся. И с первоначальным взносом рассчитаться. Мы посчитали, что стоит заезжать в эту квартиру. За каждую квартиру нефтяниками был выплачен обязательный первоначальный взнос, составляющий 5% от рыночной стоимости жилья. Остальную сумму необходимо будет выплатить в течение четырех лет, в рассрочку без процентов. Стоимость квадратного метра – около 40 тысяч рублей. В этом доме получают квартиры все работники Сургутнефтегаза, структурных подразделений, базирующихся в городе Лентория. Основная масса, естественно, этих квартир распределена Ингду «Ленторнефть». В Ингду «Ленторнефть» из 80 квартир выделено 52 квартиры. Можно сказать таким образом, что одна треть этих квартир распределяется по спецфонду, это с целью закрепления специалистов, и две трети распределения по спискам очередности. Более 8 тысяч работников Сургутнефтегаза подали заявление на улучшение жилищных условий. Поскольку в Сургуте предложений на рынке недвижимости предостаточно, компания строит жилье в населенных пунктах Сургутского района. В которых наиболее остро испытывается дефицит рабочей силы. Это делается для того, чтобы закрепить работников в тех регионах, где их недостаточно. В основном это отдаленные регионы деятельности Сургутнефтегаза, поселок Нижнесартымский, поселок Федоровский, ну и вот город Лентор. В новом году Сургутнефтегаз планирует построить для работников компании около 10 тысяч квадратных метров жилья в Нижнесартымском и Федоровском. Маленькому сургутянину срочно нужна помощь. Девятилетний Данила Конев борется со смертельной болезнью несколько лет. Операции по удалению раковых опухолей результаты принесли. Но требуется еще очень много времени, силы и, что немаловажно, денег. Помочь Даниле победить рак навсегда может каждый. Историю Данилы Конева мы рассказывали больше трех лет назад. Пятилетнему мальчику тогда поставили страшный диагноз – нейробластома четвертой степени. В России Данила сразу отказались брать на операцию, посоветовав родителям готовиться к худшему. Перспектива палеотивного ухода Коневых, конечно же, не устроила. И они начали самостоятельно искать клинику по всему миру. Свет надежды появился после разговора с английскими врачами. Данила с мамой отправились в Лондон. Летом 2012 года мы туда уехали. Провели какое-то лечение, несколько циклов химии. Потом была ММГ-терапия, трансплантация костного мозга, аута. И все у нас шло так хорошо. Даня всех радовал. Лечение помогало. Болезнь отступала. Мальчик стал первым, кому успешно сделали трансплантацию костного мозга в частной клинике Англии. Счет за лечение выставили внушительный – 19 миллионов рублей. Денег, собранных сургутянами, не хватило на три года лечения. Помог РУСФОНД и лично Жанна Фриске. После трансплантации, когда ему прописали пить таблетки, нас отпускали домой, мы практически уже были дома все время, и у него случился рецидив. Это было где-то полтора года назад. И после этого нам назначили новое лечение. Опять химию, опять октриотат-терапию. Она наподобие мобиджи-терапии проводится. И сейчас Даня чувствует себя хорошо. Даню и Веру отпустили домой. Чтобы сгребить результат лечения, снова нужна большая сумма денег. И вновь семья просит о помощи всех неравнодушных. Сейчас в Лондоне проводится новое лечение, которого раньше не было. Называется антитела. Лечение антителами. Это лечение противорецидивное. Оно очень эффективное, привезенное доктором из Америки. По статистике дает 70% положительных результатов в своем лечении. Но оно очень дорогое. Нужно проводить пять циклов этого лечения. Каждый цикл стоит 66 тысяч фунтов. Русфонд тянуть лечение Данилы больше не в силах. Слишком много деток, которым нужна помощь. Да и сумма с учетом курса выходит огромная. Порядка 38 миллионов рублей. Родителям врачи дали всего несколько недель. Для того, чтобы найти денег хотя бы на первый цикл. 12 миллионов. После него уже врачи смогут сказать, поможет ли лечение. Сейчас Даниле 9 лет. Он наряжает елку и строит планы на будущее. Хочет поступить в российскую школу, отучиться, как все ребята, и получить профессию дизайнера. Помочь планам воплотиться может каждый, перечислив насчет родителей Данилы по сильную сумму. Реквизиты Веры и Ильи Коневых есть на нашем сайте. indefisnews.ru Во вкладке «Может каждый». В Сургуте прошли окружные соревнования по настольному теннису. Турнир состоялся в спортивной школе Олимпийского резерва «Аверс». В лично командном первенстве приняли участие спортсмены из Сургута, Сургутского района, Нижневартовска и Хантамансийска. Состязались теннисисты старше 13 лет. По итогам соревнований тренерский штаб сборная округа сформирует состав команды, которая будет защищать честь Югры на зональных и федеральных турнирах. Мы смотрим, отслеживаем, в какой форме спортивной у нас находятся ведущие спортсмены. То есть у нас два мероприятия. Это личный чемпионат нашего округа и Кубок Югры. По итогам этих двух мероприятий мы формируем сборную команду нашего округа, которые, как правило, каждый год участвуют в чемпионате Уральско-федерального округа. Всего в соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов. В командном зачете из шести сборных по итогам турнира лучшим стал сургутский коллектив «Трудовые резервы». В личном первенстве победу также одержали местные теннисисты. Чемпионом округа этого года стал сургутянин Аким Усиинов. Как-то случайно так произошло. Занимался вообще дзюдо. За стенкой играли в теннис. Пошел, попробовал, понравилось. Решил дальше продолжить. Неоднократный победитель первенства России. Чемпион Восточно-Европейской лиги. Областных, региональных, уральского уровня победитель также неоднократный. Действующие чемпионки АСБ женская команда из Сургута вновь в лидерах чемпионата. В Магнитогорске прошел очередной тур дивизиона «Урал» Ассоциации студенческого баскетбола. В первой игре наша команда встретилась со спортсменками Уральского государственного экономического университета из Екатеринбурга. Итог матча 64-43 в пользу сургутянок. Во втором матче сургу встречался с еще одной свердловской дружиной спортсменками Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина. И вновь победили. Результат игры 70-58. Расписание игр очередного тура пока неизвестно. Между тем в уральском дивизионе сургу единственная команда, не потерпевшая ни одного поражения. На этом у нас все. Благодарю за внимание. До встречи. В салоне кожи и меха Капитоль масштабная распродажа. Спешите сделать шикарные подарки себе и близким по привлекательной цене. Мы поздравляем всех жителей города с наступающим Новым годом. И дарим скидки до 70%. В салоне кожи и меха Капитоль вы обязательно подберете идеальную шубу для себя, дубленку и пуховик. А образ, конечно же, дополнится аксуары. Это кожаные перчатки, кожаные сумки, палантины двусторонные, шелка и кашемира. Также меховые шапки. Не решайтесь на покупку, не увидев Капитоль. Не только тепло и уютно, но и модно. По новым коллекциям в Капитоль можно отслеживать фэшн-тенденции сезона. Прошлогодние тенденции мировых кутюрье, комбинации меха с текстилем и кожей прочно поселились в гардеробе модниц и актуальны по сей день. Причем смешивать дизайнеры любят не только текстуры, но и цветовые решения. Новая коллекция Капитоль – это украшение этой зимы. Лаконичная и сдержанная, объемная или прямая. Короткая или в пол, она украсит свою обладательницу. У норковой шубы немало достоинств. Она легкая, долговечная, теплая и практичная. Стильная норковая шуба уже много лет не выходит из моды и не теряет своей актуальности. Если меховая классическая норковая шуба у девушки уже есть, а покорить подарком хочется, стоит обратить внимание на накидки пелерины в ретро-стиле, возможно, с использованием винтажных форм. Здесь уместны смелые и даже дерзкие принты – леопард, рысь, тигр, зебра. Если звериный окрас не подходит, а модно выглядеть хочется, стоит обратить взор на графические линии и этнические мотивы. Также на пике популярности остаются меховые жилеты. На них сейчас в Капитоль также грандиозная скидка. И помните, роскошные меха никогда не выходят из моды. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Меховая ярмарка из Санкт-Петербурга. С 25 по 27 декабря в торговом центре «Вершина». Третий этаж. Шубы от 20 тысяч рублей. Рассрочка без первоначального взноса и переплат. С 10 утра и до 22 часов вечера. Ивановский текстиль поздравляет сургутян с наступающим Новым годом и дарит скидки до 30%. Ивановский текстиль. Красота и уют в каждом доме. И праздник будет длиться, длиться. Ты будешь только для меня. Экспо-мебель. Для хорошей погоды в доме. Есть у меня для вас хороший подарок. Роскошь недорого. Сотни моделей золотых часов российской марки «Ника». Сейчас со скидкой 20%. Магазин «Золото». Улица 30 лет Победы – 3. Телефон 24-74-13. К Новому году праздничные предложения от Киа. Выгода до 170 тысяч рублей. Или кредит всего за 6,9%. Киа с пакетом теплой опции. Да с такой выгодой просто праздник. Узнайте подробности в Киа-центр Сургут. В магазине «Адам» новое поступление изделий из серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями. Большой выбор столового серебра, ручек. А также свежий ассортимент ювелирных изделий из золота. Улица 50 лет ВЛКСМ, 3-2. Телефон 377-877. И о погоде на 25 декабря. Здравствуйте в студии Алена Раковская. В шубке от салона меха и кожи, солень и коллизионе. Генеральный спонсор прогноза погоды компания «Сипромстрой Югория». Компания «Сипромстрой» предлагает готовые квартиры в 38-м микрорайоне возле ТРЦ «Аура». Различные площади и планировки со свидетельством о регистрации. Квартиры от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пожалуй, самая низкая цена в городе. Дома очень теплые. Экономия в оплате жилищно-коммунальных услуг до 35%. ОСИП «Промстрой Югория». Отделы продаж 600-190-6192. Квартиры в готовых домах от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Без первоначального взноса. Сипромстрой Югория. Предложение не является публичной офертой. Справки в отделах продаж в городе Сургуте 600-190-6192. В пятницу западная Сибирь окажется в зоне двух различных барических сил. К югу региона относительно теплый циклон будет доставлять снеговые тучи, а к северу проявит активность очаг высокого атмосферного давления с характерной для него малооблачной, но морозной погодой. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 20, минус 25. Утром переменная облачность. Небольшой снег. На столбиках термометров около 23 градусов мороза. Днем с прояснениями. Местами возможен снег. Направление ветра северо-восточное. 4,9 метра в секунду. Температура 18-23 ниже нуля. А вечером похолодает. Пусть удача и везение Погостей зайдут ко всем И с хорошим настроением Остаются нас совсем До конца декабря Новогодние скидки на все виды жалюзи. В течение дня солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба. Веселые паровозики из Чагингтона. Соберите больше и стройте выше. Только в Карапузе. Игровой набор «Главная станция» по супер цене. В Карапузе купить товары в кредит легко. Вместе с кредитной программой «Лето банка». Меньше чем за 30 минут нужные покупки станут вашими. Карапуз. Все лучшее детям. Саламандр. Это стиль, качество, чувство уверенности. В салонах обуви «Саламандр» скидки на всю зимнюю коллекцию до 50%. Мода «Салени коллизионе» для женщин. Мода «Салени коллизионе» для мужчин. Модная в этом сезоне зимняя коллекция в салоне кожи и меха «Салени коллизионе». Сургут Ситимол, второй этаж. Телефон 556-121. «Салени коллизионе» согреет вас в любую погоду. Я желаю вам всего наилучшего. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова